Взлет и посадка самолета – очень важные две составляющих любого перелета. А вы когда-нибудь задавались вопросом, какая скорость самолета при взлете и на какой скорости садится самолет? Конечно, для любого воздушного судна она не постоянно, а меняется каждую секунду, но мы поговорим о скорости в момент отрыва шасси от взлетно-посадочного поля и их касания в момент посадки. Что это такое и вообще как он происходит? Этот период времени – с момента начала выруливания на взлетно-посадочную полосу до выхода на высоту перехода. Чтобы разогнать пассажирский лайнер, двигатель устанавливают на специальный взлетный режим. Он длится всего несколько минут. Иногда устанавливают нормальный режим, если есть рядом какой-нибудь населенный пункт, чтобы уменьшить шум работы двигателя. Взлет самолета – это важная составляющая любого полета. Для пассажирских крупных лайнеров существует два типа взлета. Первый – это взлет с тормозов, когда лайнер удерживают на тормозах, а двигатель выводится на максимальную тягу, после чего тормоза отпускают и начинается разбег. И второй – это взлет с небольшой остановкой на взлетно-посадочной полосе, когда разбег начинается сразу, без предварительного выхода двигателя на требуемый режим. Почему же такая разница? Дело в том, что в зависимости от модели воздушного судна, его типа и технических данных, она будет отличаться. Например, при какой скорости взлетает пассажирский самолет? В Airbus A380 и Boeing 747 она примерно одинакова – 270 км в час. Но это не значит, что вообще все лайнеры этих двух типов совпадают. Если взять скорость взлета самолета Boeing 737, то она составит только 220 км в час. На процесс взлета любого воздушного судна могут влиять много различных факторов – направление и сила ветра, состояние и размеры взлетно-посадочной полосы, а также действия мер по уменьшению слышимости шума работы двигателей. Ну и также не забываем про давление и влажность воздуха. Это только самые распространенные из них. Посадка – это заключительный этап полета. От замедления полета воздушного судна до его полной остановки на взлетно-посадочной полосе. Снижение начинается примерно с 25 метров. Воздушная часть посадки занимает всего несколько секунд. Посадка осуществляется в четыре этапа, включая от себя. Первое – выравнивание. Это вертикальная скорость снижения близится к нулю. Берет начало на 8-10 метров и заканчивается на 1 метре. Второе – выдерживание. Эта скорость продолжает уменьшаться вместе с продолжающимся плавным снижением. Третье – это парашютирование. Когда подъемная сила крыла уменьшается, а вертикальная скорость растет. И приземление – непосредственный контакт самолета с земной поверхностью. Раз уж мы взяли за пример Boeing 737, то какая скорость при посадке самолета Boeing 737? Итак, посадочная скорость самолета Boeing 737 составляет 250-270 км в час. А у Airbus A380 она составляет примерно такую же. У более легких моделей она будет меньше – 200-220 км в час. На процесс посадки влияют по сути примерно те же факторы, что и на взлет. Ну а теперь поговорим о средней скорости пассажирского самолета именно в полете. Современные авиалайнеры легко развивают скорость в 500 км в час, но и эта цифра не является пределом возможности самолетов. Оптимальный средний показатель скорости – это 800 км в час. Минимальная скорость, чтобы самолет смог продолжить свой полет, должна быть как минимум 220 км в час. Этот показатель применяется к самолету 737-800. Максимальная же скорость пассажирского самолета способна развивать 910 км в час. Это касаемо того же Боинга. Боинг 737 является самым продаваемым в мире. За всю историю существования компании 737-й переправили более 12 млрд человек. И максимальная скорость, которую может достигать самолет – это 917 км в час. А вот нормально летать самолет сможет при минимальной скорости в 330 км в час. Ну что ж, теперь благодаря этому видео вы теперь точно узнали, какая скорость у самолета при взлете, при посадке, а также при выполнении полета. Если вам не до конца что-то стало понятно, пишите в комментариях, мы обязательно ответим вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!